Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей, я представляю канал InStarting новости. Перед тем, как мы перейдем к основным темам данного выпуска, я бы хотел сказать пару слов о текущей ситуации. Я думаю, многие из вас подписаны на все наши каналы, всего нашего проекта InStarting. И все вы знаете, что весь наш проект во всех направлениях, будь то новости, будь то инвестиционная тематика, будь то мотивация, все это направлено на пользу людям. Все это несет счастье, любовь и добро. Это концепция нашего проекта. И то, что происходит сегодня, идет вразрез с этой концепцией. Все, что происходит сегодня, это разобщает людей и создает немыслимую пропасть между людьми. И все это вы можете наблюдать во всех медиаресурсах, в комментариях, где люди просто разбиваются на несколько лагерей, где люди проявляют ненависть друг к другу. Вы знаете, что для нашего проекта это чуждо. Наш проект выступает за объединение людей, за сплоченность общества, чтобы каждый человек в этом обществе был счастливым, любил эту жизнь и наслаждался ею. Но то, что происходит сегодня, это полнейший крах. И только мы с вами сообща, продолжая сеять любовь, доброту и счастье, можем это остановить и наоборот сплотить наше общество. На самом деле, очень тяжело говорить обо всем этом, потому что, зная, что сейчас происходит, просто тяжело на душе, в буквальном смысле. Я знаю, что и под этим роликом, возможно, будут различного рода комментарии, которые прозвучат как и в поддержку, так и наоборот. Так вот, как раз таки данный видеоролик, да и вообще, в принципе, все выпуски на всех наших каналах направлены, чтобы этого не было. Чтобы люди не придерживались ненависти, а наоборот. И этому есть подтверждение. Знаете, мы осенью встречались командой и встречались с нашими подписчиками. Там было очень много людей. И причем люди были из разных стран, разных национальностей, из разных городов. И все эти люди были счастливы в моменте. Все эти люди улыбались, были рады видеть друг друга. Были рады знакомиться друг с другом, общаться, делиться какими-то инсайтами. И ни у кого не возникало мысли, кто там из какой страны. Никаких не было барьеров, границ между людьми. И настолько это приносит удовлетворение внутри, когда ты являешься частью. Частью такого массового движения, которое действительно несет пользу каждому человеку, кто к нему присоединяется. Кто вот наблюдает за нами даже в данный момент. Я уверен, среди вас все, кто сейчас смотрит это видео, против любого рода конфликта между людьми, между странами, неважно. Так вот сообща, мы можем с вами это предотвратить. Сообща, не продолжая сеять вот эту ненависть там в комментариях и неважно, в любых там медиа ресурсах. А наоборот, сплочаясь, оказывая друг другу поддержку, любого рода поддержку. Только так мы сможем предотвратить это и в дальнейшем не допускать этого. А наоборот, стирать все границы между людьми, продолжать это делать дальше, как мы и делали до этого и сейчас это делаем. Потому что в данной ситуации просто пострадает весь мир. И если продолжать сеять вот эту ненависть, будет только намного хуже. Наша команда также состоит из разных людей, разных национальностей, которые живут в разных странах, в разных городах. И благодаря философии нашего проекта, собственно, мы и находимся в одной команде. Потому что мы смотрим в одну сторону. Мы смотрим в сторону любви и счастья. Мы это транслируем нашим людям, нашей аудитории, кто находится с нами, кто поддерживает нас на протяжении достаточного количества времени. И я уверен, что объединившись и не давая своим близким, своим друзьям, знакомым, неважно, своим соседям, как-то погружаться в эту атмосферу ненависти, если мы этого не позволим сделать, мы предотвратим этот хаос, который творится сейчас в жизни каждого из нас. Все вы знаете основателя нашего проекта. Его зовут Тарас. Я уверен, просто среди вас есть многие люди, чьи жизни он изменил. В том числе и мою. Благодаря, опять же, своей концепции любви и счастья, которую он просто транслирует на протяжении многих лет, показывая своим примером, делясь своим опытом, он действительно трансформирует жизни людей к лучшему. И сейчас, к сожалению, он переживает не самые лучшие моменты в своей жизни. Я думаю, это каждый понимает. И тем не менее, он не отказывается от своей философии, он продолжает ее транслировать, несмотря на все. Потому что действительно правда в этом и силы в этом. И только это поможет нам предотвратить этот хаос и остановить все, что сегодня происходит. Друзья, я желаю вам мира, счастья, добра, любви. А теперь давайте перейдем к основным темам видео. Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал новый видеоролик, в котором со всех сторон показана 140-метровая башня с роботизированными манипуляторами под названием «Мехазила». Они удерживают прототип космического корабля Starship 20, который снят с ракеты-носителя Super Heavy Booster 4. Напомню, что компания SpaceX построила самую большую ракету в истории. Она сможет доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн с возвратом обеих ступеней на Землю, а также с возможностью стыковки и дозаправки на орбите. В данный момент SpaceX проводит испытания «Мехазилы», устанавливая Starship на ракету-носитель Super Heavy и разделяя их. SpaceX ожидает получения разрешения для первого орбитального запуска. Маск ранее подтвердил, что в будущем процесс возврата ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship на Землю будет происходить исключительно при помощи «Мехазилы». Он также добавил, что SpaceX попробует поймать самый большой космический корабль в истории роботизированными палочками для еды. Успеха не гарантирую, но точно будет весело. Метавселенная, которая объединяет в себе виртуальные и реальные миры, может воплотиться уже через несколько лет. Так уверяет компания Мета, которая недавно рассказала о своем видении запуска смешанной реальности. Технология MR позволит человеку с гарнитурой дополненной реальности взаимодействовать с предметами реального мира и вызывать реакцию в виртуальном. Например, можно бросить в героя компьютерной игры настоящим мячиком. Группа ученых из лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта, технологического института МИАйТи и университета Калгари создали систему модульных роботов, способных принимать различные формы. Роботы-электровоксел не имеют двигателей или движущихся частей. Они просто используют электромагниты для перемещения друг вокруг друга. Каждое ребро этих роботов в форме куба представляет собой электромагнитный ферритовый сердечник, обернутый медной проволокой. Длина каждой стороны электровоксел составляет около 60 мм, а общая стоимость изготовления робота составляет всего 60 центов. Форма робота меняется, когда происходит изменение полярности магнита. Печатные платы и электроника внутри каждого концентратора контролируют направление тока от каждого электромагнита. Для управления роботами используется программный планировщик для планирования и реконфигураций. Разработчики говорят, что можно выделить определенные магниты для контролирования скорости движения куба и следить за тем, чтобы они не сталкивались друг с другом. Тысячу роботов можно контролировать одновременно и заставить их принимать любую форму, которую хочет пользователь. Исследователи говорят, что эти роботы могут быть использованы для изменения и создания структур в открытом космосе, а также для изменения инерционных свойств космического корабля, что поможет снизить потребность в дополнительном топливе для реконфигурации. Группа ученых надеется, что в конечном итоге роботов можно использовать в космосе для наращивания или замены конструкций, а также для помощи астронавтам. Virgin Hyperloop уволила почти половину персонала, поскольку компания, разрабатывающая высокоскоростную транспортную систему, решила отдать предпочтение грузовым перевозкам. Сообщается, что решению о смене направления деятельности поспособствовали глобальные проблемы с цепочками поставок и изменения, вызванные пандемией коронавируса. Virgin Hyperloop заявляет, что рынок логистических услуг резко изменился, и компания реагирует на повысившийся интерес клиентов к услугам грузоперевозок. В настоящее время Virgin Hyperloop является единственной компанией, которая успешно провела испытания, включающие перевозку пассажиров в высокоскоростной капсуле. Система ставит перед собой цель существенно сократить время в пути, что повысит эффективность грузовых перевозок. Те, кто видел электрический багги-внедорожник Swincar наяву, и кому довелось на нем прокатиться, нередко сравнивают его с Пауком за способность преодолевать препятствия на любом ландшафте. Все дело в многоступенчатом рычаге подвески с системой Маятник, с которой соединено каждое из четырех колес. Благодаря ей каждое колесо при наезде на препятствие может подниматься выше верхней кромки кузова. Благодаря этому для Swincar не составляет особого труда преодолевать канавы, ямы, валуны и насоби без угрозы перевернуться или опрокинуться на бок. Общая мощность всех четырех двигателей багги составляет 6 киловатт, это примерно 8 лошадиных сил. Багги не отличается высокой скоростью, которая на пересеченной местности и не нужна, и она составляет порядка 30 километров в час. Зато он способен взбираться по склонам свыше 50 градусов и ездить боком. Немецкий дизайнер Стефан Хенрих представил образец обуви совершенно нового типа, которая целиком напечатана на 3D принтере. Модель получила название Cryptide. Ее эксплуатационные свойства неизвестны, но это с лихвой компенсируется оригинальным дизайном. На самом деле Cryptide в первую очередь рекламная задумка. Главной ее целью является демонстрация новой системы 3D печати Sintra Track S2. Она может работать с особым эластомером TBE, напоминающим резину, параметры которого гибко варьируются в зависимости от подставленной задачи. В частности, корпус Cryptide изготовлен из тонкой, пористой и практически невесомой оболочки вокруг ступни, тогда как подошва выполнена из толстых упругих элементов, способных поглотить большое количество энергии при переносе на них веса человеческого тела. Как пояснил Хенрих, сначала проводится трехмерное сканирование стопы, по которому и изготавливается персональная пара обуви. Для надежного удерживания на ноге к ней нужно прикрепить ремень. Плюс передвижение потребует некоторой тренировки. Дело в том, что вместо сплошной подошвы передняя часть ботинка выполнена в виде серии пластин, расположенных вдоль каждого пальца. Они обеспечивают не только высокую амортизацию при движении, но и оставляют на земле характерный след лапы мифического зверя, которым дизайнер явно гордится. Увы, до серийного производства забавная Cryptide вряд ли доберется. Китайская компания Deep Robotics продемонстрировала возможности четвероногого робота JNKX-20. Инженеры плавно увеличили массу и показали, что он может идти, даже когда на нем лежит груз в 85 килограммов. Инженеры закрепили на спине робота металлический стержень и клали блины для штанги. Сначала масса груза составила 20 килограмм, затем ее увеличили до 50. А в конце на робота накинули 85 килограмм. В ролике вы можете заметить, что при переходе с 20 на 50 килограмм робот стал идти заметно медленнее, с более короткими шагами. Тем не менее, ему удалось справиться со всеми тремя уровнями нагрузки. Несмотря на то, что JNKX-20 способен нести такой груз, компания отмечает, что безопасная нагрузка составляет 20 килограмм. С ней он может ходить до двух часов, тогда как пустой робот может идти на одном заряде вдвое больше. Максимальная скорость ненагруженного робота составляет почти 5 метров в секунду. На этом я буду заканчивать, друзья. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте ему лайк, поделитесь этим видео с друзьями. А также обязательно переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь на все наши полезные каналы, где вы можете найти самую полезную и актуальную информацию для вас. Ну а с вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Я желаю вам мирного неба над головой, здоровья вам и вашим близким. Увидимся с вами в следующем выпуске. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok